В сети интернет широкое распространение получило видео, на котором группа молодых людей переворачивает автомашину с государственными номерами Карачаевой Черкесии. Инцидент произошёл в Анапе в посёлке Витязева рядом с одним из ночных клубов. Сотрудники полиции установили причастных лиц и задержали трёх участников драки. По решению суда мужчины арестованы. На дорогах Карачаева Черкесии участились ДТП. По словам сотрудников ГИБДД, водители не соблюдают скоростной режим и выезжают на полосу встречного движения. На днях в республике прошла акция «Встречная полоса». Дорожная полиция на постоянной основе доступными способами рассказывает населению, как избежать дорожно-транспортное происшествие, обучают правилам поведения на трассах и городских улицах. Проводятся мероприятия по предупреждению пресечению административных правонарушений, влияющих на рост ДТП с тяжкими последствиями. Одним из таких деяний является правонарушение, связанное с выездом в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения. Можно отметить, что основной задачей проведения таких мероприятий является именно профилактика. Частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, предусмотрено ответственность в виде штрафа в размере 5000 рублей лишения права управления от 4 до 6 месяцев. Если штраф вынесен впервые при условии, что он будет оплачен в течение 20 дней с момента его назначения, то законом предусмотрена оплата только половина суммы или же для добровольной оплаты штрафа в полном объеме, то есть 5000 рублей в течение 60 суток. Однако по истечении указанного срока постановление передается судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания суммы. Повторное совершение указанного правонарушения влечет лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. В случае выявления данных правонарушений камерами фото- и видеофиксации штраф предусмотрен в размере 5000 рублей. Однако в данном случае оплата половины суммы назначенного штрафа законом не предусмотрена. Следует иметь в виду, что законодательством предусмотрена и уголовная ответственность, отметил Заур Харатоков. В случае выезда в нарушение правил дорожного движения на полосу дороги, предназначенной для встречного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за деяния, которые предусмотрены частью 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ответственность за деяние данной категории предусмотрена статьей 264.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, где предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей с лишением права управления сроком до 6 лет. А также предусмотрено лишение свободы сроком до 2 лет. МВД по Карачаево-Черкесии напоминает о безопасном передвижении на средствах индивидуальной мобильности. Лучшие места для катания – закрытые дворы, парки и скверы, а также специальные площадки. Нельзя выезжать на проезжую часть дороги и передвигаться вдвоем на одном средстве. Сразу несколько жителей Карачаево-Черкесии стали жертвами мошенников и лишились денежных средств на общую сумму около полутора миллионов рублей. Лишь один из заявителей проявил бдительность, не поддался на уловки злоумышленников и тем самым уберег 300 тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии проходит операция «Нелегал». Цель – выявление пресечения каналов незаконной миграции. Сотрудники отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции проверили один из строительных объектов, расположенный в республиканской столице, с целью установления и документирования фактов нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. По результатам проверки выявлен гражданин Республики Азербайджан 91-го года рождения, незаконно находящийся на территории Российской Федерации, а именно уклоняется от выезда за пределы Российской Федерации по истечении установленного срока пребывания в соответствии со статьей 5 Федерального закона номер 115 о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. В отношении вышеуказанного гражданина составлен административный протокол по части 1.1 статьи 18.8 КОАП РФ. Материалы направлены в суд для принятия решения об административном выдворении с предварительным содержанием в Центре временного содержания иностранных граждан для дальнейшего принудительного перемещения через государственную границу. В отношении гражданина Российской Федерации, предоставившего жилое помещение для пребывания иностранного гражданина, находящегося с нарушением режима пребывания, составлен административный протокол по части 3.1 статьи 18.9. Санкции данной статьи подразумевают назначение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии полицейскими ликвидирован подпольный цех по производству спиртосодержащей продукции. сообщают в Министерстве внутренних дел России. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской республике пресекли деятельность подпольного цеха, в котором злоумышленники изготавливали алкогольную продукцию. На территории склада на окраине города наши сотрудники обнаружили производственную линию свыше 60 тысяч бутылок водки различных наименований, 5 тысяч литров подготовленной к переработке спиртосодержащей жидкости. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 Прим-3 Уголовного кодекса Российской Федерации. По подозрению в организации незаконного производства задержан арендатор помещения. Фигуранту избрано меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Рыбак обнаружил находку в пойме реки Большой Зеленчук в Хабейском районе. Противоградовая ракета была обезврежена и уничтожена ОМОН «Мустанг» Росгвардии. Поисковая операция завершилась успешно. МЧС России нашли пропавших туристов в районе перевала браконьеров в долине реки Большая Лоба. Их эвакуировали с помощью малой авиации. МЧС обращается к любителям активного отдыха. В первую очередь граждане должны зарегистрировать свой маршрут. Закрепить знания детей по правилам дорожного движения в игровой форме решили сотрудники Госавтоинспекции Карачаевского района совместно с отделом образования Карачаевского городского округа. Квест по правилам ПДД прошли команды соперники из пришкольных лагерей. Перед началом игры соперники повторяют речевки и девизы, потому что будут оценивать синхронность исполнения и уверенность речи. Четыре команды, представляющие городские школы, сошлись на главной площади Карачаевска, где пройдет квест-векторина по правилам дорожного движения. По словам организаторов, игра призвана формировать у детей правильное поведение на улицах и дорогах, развивать коммуникативные навыки, творческие способности, логику и мышление. Мероприятия проводим и задания проводились с учетом их возраста, то, что им интересно, то, что они хотели узнать. Вот всякие ребусы, вот детям, даже взрослым интересно разгадать эти ребусы. И вот увлекательное дорожное путешествие началось. Первая это станция Пазл. Пазл это, наверное, знатные люди Карачаев, нет? Квест представляет собой соревнование между командами. Задача – пройти игровые этапы согласно маршрутному листу и набрать максимальное количество баллов. Если ребята успешно выполнят все задания, отгадают все загадки и кроссворды, то в конце маршрута их ждет сюрприз. По итогам квест-игры самым лучшим знатоком правил дорожного движения оказалась дружная команда ребят из первой школы города Карачаевска. Именно им достался главный приз и диплом первой степени.